Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхем! На этой неделе мы вместе со всем еврейским миром изучаем недельную главу, которая называется Дворим. Эта недельная глава имеет несколько очень интересных особенностей, одна из которых заключается в том, что по сути Дворим это еще и начало книги, которая в еврейском языке также называется Дворим, а в русском языке она называется книга второзакония. Почему так называется? Традиционно еврейские книги и недельные главы называются в соответствии со словом, который встречается в первом стихе первой главы, которую изучают. И здесь написано на еврейском языке так Эле Дворим Ашер Дабер Моше Леколь Исраэль Бе Эвер Иордан Бамидбар Я прочитал на еврейском, в титрах будет стоять текст на русском языке. Откуда взялось это название и какой у этого названия смысл? Дело в том, что слово Дворим, это буквально переводится слова, и это можно видеть из русского перевода. Однако мы должны понимать, что это были не просто слова, которые Моше Рабейну сказал еврейскому народу. Это была некая попытка, или как, например, Рафаэль Гирш пишет, что Моисей дает инструкцию для еврейского народа перед тем, как они войдут в землю обетованную, вспоминая самые главные, самые основные заповеди и самое важное, то, что их будет ожидать. Отсюда возникает вопрос, а зачем, собственно, понадобилась такая инструкция? Со страниц Священного Писания мы знаем, что к тому моменту Моисей уже знает, что ему не дано войти в землю обетованную. Он знает, что народ израильский, придя в землю обетованную, перейдя через Иордан, будет жить уже по другим принципам. У них уже не будет тех видимых знаков, которые сопровождали их в пустыне, не будет огненного столба, не будет облака, колодца и так дальше, и так дальше. И он хочет помочь им, вот с помощью этой инструкции указать им, как они должны жить в земле обетованную. И не зря это название в русском языке, которое, собственно, перешло из греческого, из перевода семидесяти септуагенты, так называемой. Кстати, в еврейском языке тоже в этой книге есть альтернативное название, Мишнея Тура, что, в принципе, так же может переводиться, как второзаконие, с очень близкое понимание. В чем смысл? На самом деле, если мы с вами посмотрим на весь путь еврейского народа в пустыне, начиная, наверное, с того момента, как еврейский народ не вошел в землю обетованную, да, хотя, в общем, эта проблема была и раньше, но это просто самый яркий пример, когда пришли 12 саглядатаев, которые рассказали о том, какие проблемы могут ожидать еврейский народ при входе в землю обетованную, и народ испугался и начал роптать, и начал предъявлять претензии к Моисею, после чего Господь сказал, все, вы будете 40 лет ходить по пустыне, пока вот старше это поколение ропотников не помрет, только вот младшие и те, кто родятся в пустыне, они войдут в землю обетованную. Собственно говоря, так и произошло, и вот сейчас мы наблюдаем вот эту картину, что это конец пути, и на протяжении всего периода этого путешествия народ израильский очень часто проявлял одну и ту же проблему, а именно неверие. В еврейском языке есть такое выражение хос-рымуна, недостаток, если вот буквально переводить, недостаток веры. Почему? На самом деле в той ситуации, в которой находился еврейский народ, верить в существование Бога Живого было не очень сложно. Почему? Вот столб огненный, вот облако, киния, Моисей с заповедями, колодец, с которого чудесным образом получается вода, ман, который каждый день оказывается у твоего порога, и ты можешь покушать. Но вера, и о чем мы говорили много раз, и я повторяю это снова, что вера – это не есть понимание того, что существует Всевышний разум, Бог или как бы его люди ни называли. Вера – это доверие Богу, умение жить в соответствии с его требованиями, в соответствии с его желаниями, которые он предъявляет к нам, как к своему творению. И в первую очередь, безусловно, эти требования отражены в Тарат Маше, в Пятикниже Моисееву. Теперь же, когда народу израильскому предстоит жить в земле обетованной без видимых знаков, Моисей понимает, что они столкнутся с проблемой, как жить верой, как доверять Богу. И давая им инструкции, он акцентирует внимание на вещах, которые должны, по его мнению, во всяком случае, точно должны помочь еврейскому народу жить в земле обетованной. Посему первая особенность этой недельной главы, да и книги «Второзаконие» в целом, как раз заключается в том, что Моисей таким образом, он понимает, наши раввины почитали, что ему осталось жить 37 дней, он понимает, что через некоторое время он покинет народ свой и беспокоится о нем, заботится о нем, как будет этот народ там жить. Еще одна особенность этой недельной главы заключается в том, когда именно читается эта недельная глава. Традиционно так получается, что мы читаем эту недельную главу в канун 9-го ала. И, безусловно, сегодня, рассуждая о недельной главе, есть смысл поговорить об этом. Что такое 9-е ала? Это число в еврейском календаре, число очень важное и при этом печальное для еврейского народа. Традиционно считается, что вот эти события, о которых мы вспоминали выше, когда народ израильский стал жаловаться и роптать на Моисея и на Господа и не вошел в землю обитаванную, произошло именно 9-го ала. Как вы знаете, результатом этого было путешествие 40-летнее по пустыне, но в Талмуде написано немножко больше. Талмуд говорит нам, что когда это все произошло, Господь сказал, раз в этот день, 9-го ала, тогда вы жаловались и плакали и страдали напрасно, то есть без причины, то в дальнейшем у вас будет повод для того, чтобы в этот день жаловаться, страдать и плакать. О чем я говорю? 9-е ала стал самым кошмарным днем в истории еврейского народа. Именно в этот день были разрушены оба храма, и первый, и второй. В этот день очень часто начинались гонения и погромы. Если мы возьмем неделю до и неделю после, там вообще обилие черных событий. Именно поэтому с древних времен стало принято среди еврейского народа, соблюдающих заповеди, в этот день поститься. Косвенно мы видим об этом и у пророков упоминание. Но я хочу вернуться к тому, о чем я сказал выше. Почему? Почему у еврейского народа появился вообще этот день? Причина, то, о чем я говорил, хосер и муна, недостаток веры. Все последствия были из-за недостатка веры. Когда Господь Бог говорил народу израильскому о том, какие будут последствия у этих событий, он безусловно подразумевал, что народ должен научиться жить доверием, научиться понимать Бога и следовать его требованиям. Что же произошло на самом деле? К сожалению, мы с вами знаем, что недоверие народ израильский проявлял еще много и много раз. Я вообще всегда говорю, что мы, евреи, все проблемы, которые мы имеем, это результат наших собственных поступков и нашего собственного недоверия к Богу. Будь то древняя история, когда мы не вошли в землю обетованную, или новейшая история, сегодня мы знаем с вами, что одним из камней преткновения в израильской жизни является храмовая гора. Но, по сути, эта проблема появилась в результате неверия. Почему? Потому что руководители, которые в 67-м году захватили Иерусалим, вполне могли себе позволить в тот момент снести все, что было там на храмовой горе и отдать ее для строительства храма или хотя бы в качестве святого места для евреев. На сегодняшний день туда евреям вообще запрещено подниматься, запрещено там евреям и христианам молиться, там могут молиться только мусульмане. Почему? Ну, история нам говорит, что Машеда Ян, человек, который руководил в тот момент армией, был высоко очень поставленным человеком, он сказал, что нам не нужен здесь этот Ватикар. Другими словами, он в своем решении ориентировался не на веру, а на какие-то другие мотивы. Подобно, как и еврейский народ, когда встал вопрос вхождения в землю обетованную, они ориентировались не на веру, не на доверие к Богу, только двое из заглядатых, вернувшихся назад, сказали, да, мы сможем победить эти народы, потому что Бог с нами. Посему главная проблема. И так это, кстати, написано и в Новом Завете, в послании к евреям, 3 глава, 19 стих. И так видим, что они не могли войти за неверие. Хосор и Муна. Сегодня нам предстоит извлечь урок из тех событий, которые произошли с нашим народом в древности. Недостаток веры привел к тому положению, в котором мы сейчас оказались. Я говорил, кстати, и повторю эту мысль еще многократно, что все, что дальнейшее происходило с еврейским народом здесь на земле, показывает, что проблема никуда не делась. И даже тот факт, что сегодня Господь Бог возвращает народ израильский в землю обетованную, дает победы, дает надежды, говорит о том, что Бог верен своему слову, но это абсолютно не означает, что народ израильский верен завету с Богом. Именно вера тот инструмент, который может помочь нам жить в заповедях, помочь нам исполнять волю Божию и следовать за ним. Доверяя Богу, мы победим. Вот то, что я хотел сегодня вам рассказать. Да благословит вас всех Господь. Шаббат шалом.